МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жители Европы считали его наказанием за грехи, посланным с небес. В далеком V веке нашествия его войска сравнивали с чумой и саранчой, а самого полководца называли мечом божьим. Возглавив племена варваров, он опустошил Европу и приблизил гибель Римской империи. Верховного вождя куннов звали Аттила. Кем же был воинственный Аттила? Непобедимым сверхчеловеком или удачливым полководцем? В юности ему пришлось пережить сильное потрясение. Во время междоусобной резни на глазах у подростка убили его отца. Аттиле удалось спастись. Он ранил одного из врагов и бежал. Его приютил дядя Руагил и вскоре доверил юному племяннику командовать военным отрядом. После смерти дяди в 434 году Аттила со своим братом-соправителем Бледой унаследовал огромную империю гунов, простиравшуюся от Альпийских гор и Балтики на западе до Каспия на востоке. Уже более полувека нашествия гунов разоряли всю Европу и даже некогда могущественный Константинополь платил дань барбарам. Аттила вместе с братом поработил соседние племена Аланов, Герулов, Хазар и Вестготов. Покорил азиатские земли вплоть до Китая и назначил им огромную дань. Но кроме богатства он жаждал еще и неограниченной власти. И чтобы единолично править империей, Аттила в 445 году вероломно убил своего брата. История не сохранила ни одного описания битвы, которое позволило бы оценить стратегический талант вождя гунов. Известно лишь, что Аттила отличался жестокостью и, захватывая города, поголовно вырезал все население. Враги называли раскосого и большеголового Аттилу грубым и свирепым мужланом, который ел мясо из деревянной миски, хотя у него имелась вдоволь серебряной посуды. А соратники Аттилы утверждали, что он был полон достоинства и справедлив, и что многие народы подчинялись ему добровольникам. Политические амбиции вождя гунов были огромны, а главной целью стало господство над всей Европой. Чтобы заполучить Рим, Аттила намеревался жениться на Гонории, сестре римского императора Валентиниана Третьего, и получить часть империи в качестве приданого. Но Гонория вернула ему обручальное кольцо в знак того, что Рим не пойдет на уступки варварам. Тогда разгневанный Аттила объявил о своем намерении стереть вечный город с лица земли. В 451 году Аттила вторгся в Галлию. Против него выступили римляне, германцы и франки, чей город Аурелианум, современный Орлеан, был захвачен гунами. В жестокой битве на каталаунских полях погибло около 200 тысяч человек. По легенде, души убитых продолжали сражение в воздухе. Тогда Аттила потерпел первое и единственное в своей жизни поражение. Но даже поражение не могло остановить Аттил. Собрав остатки войска, он двинулся на Рим в обход неприятеля. В 452 году гунны вторглись на земли Италии, сея на своем пути хаос и разрушение. Они разграбили и опустошили города Медиоланум, современный Милан, Аквилею, Альтинум и Падую. Варварские племена подошли к стенам вечного города. Папа Римский денно и нощно молил Бога о спасении. И чудо свершилось. Войско Аттилы поразила эпидемия чумы. Существует и более прозаическая версия. Папа Лев Первый просто откупился от Аттилы большой денежной суммой. Как бы там ни было, Рим так и не достался варварам. В 453 году новый император Константинополя Марциан отказался платить дань, и гунны стали готовиться к новому походу. Тем временем 47-летний Аттила, имевший множество наложниц и детей, в очередной раз задумал жениться. Это решение стало для него роковым. Его избранницей была бургундская, по другим источникам германская, девушка по имени Ильдико. Удалившись после свадебного пира в брачный шатер, Аттила уже не вышел оттуда живым. Грозный и непобедимый вождь гунов умер то ли от сердечного приступа, то ли от руки девушки, отомстившись за свой погубленный народ. Это произошло на территории современной Венгрии. По старинному венгерскому преданию, тело вождя поместили последовательно в три гроба – золотой, серебряный и железный, а затем зарыли в русле реки Тисы, для чего воду сначала отвели, а потом снова вернули в русло. Чтобы могилу Аттилы никто не нашел, наследники вождя умертвили всех, кто его хоронил. Многочисленные сыновья Аттилы разделили между собой его огромную империю, которая вскоре пришла в упадок. Но в песнях и сагах еще долго жило воспоминание о могучем варваре Аттиле. И сегодня этот человек кажется многим воплощением мужества. Аттилы